так всем доброе утро мы находимся сейчас в офисе работаем работа у нас идет полным ходом смотрите ребят мы не только делаем ремонты нашим клиентам но еще и помогаем с мобилировкой и помогаем эти квартиры сдать сегодня будет на обзоре сразу две квартиры жилом комплексе фрукты которые мы делали полностью готовые проекты и сейчас их собственник выставляет в аренду долгосрочную аренду внимательно посмотрите видео в конце видео михаил человек который у нас занимается не только подбором но и аренды рассказывает сколько что стоит ну и показывает в каком состоянии квартиру что имеется поэтому не пропустите если вы хотели купить снять квартиру долгосрочно если вам нравится этот жилой комплекс то пожалуйста можете нам обращаться и оставайтесь соответственно с нами на канале всем доброго дня друзья сегодня у нас на обзоре две квартиры в доверительное управление это жилой комплекс фрукты не отключайтесь едем смотреть вот так вот выглядит жилой комплекс фрукты вот у нас корпус абрикос сейчас мы пойдем туда и посмотрим две квартиры много придомовой территории широкие дворы у кого-то на горы детские площадки спортивные баскетбольные волейбольный песочек есть чем заняться и днем и вечером красивая и ухоженная придомовая территория спокойно поставить свой автомобиль огороженная территория и въезд тут через ворота загружать приложение открывается с помощью его итак друзья шестой этаж однокомнатная квартира в которой делали мы ремонт наша компания мастер-хаус и я принимал участие закупки всего чистового материала при входе у нас большая гардеробная санузел водонагреватель душевая кабина стиралка раковина зеркало унитаз и полотенце сушитель пол у нас из керамогранита на стенах обои вот такая вот кухня гостиная все новое абсолютно данной квартире жили собственники один день приехали приняли квартиру и уехали балкончик где можно посидеть попить чай посмотреть ну зимой на заснеженные горы летом просто на горы плита духовка микроволновка холодильник все новьё телевизор кондиционер угловой диванчик стоит то есть и спальное место вот так вот декоративно у нас перегородка стоит дорожено двуспальная кровать он скорее всего где-то метр шестьдесят на два следующий вариант у нас однокомнатная квартира 30 с небольшим квадратных метров вот так вот она выглядит это у нас зал здесь диван угловой раскладывается кресло кресло кстати не знаю нет кресло не раскладывается большой шкаф-купе есть постельная кое-какое мультиварка телевизор кондиционер коридоре санузел стиральная машина мойка тумба унитаз зеркало и душевая кабина также квартира после ремонта хозяева приехали отдохнули и решили ее сдать небольшая кухня гостиная но в лес даже большой диван раскладывается еще одно два спальных места можно сказать телевизор плита духовка холодильник микроволновка вытяжка чайник есть фильтр сейчас посмотрим может есть даже какая-то посуда есть ложки вилки сковородки кастрюли посуда вся необходимая все новое можно сказать никто не жил так по цене по цене сейчас чуть позже я дойду до машины и расскажу вам сколько она стоит попали мы в нее только вечером вот такой вид вечерний в жилом комплексе фрукты народ гуляет отдыхает сентябрь смотрите друзья по ценам по этим двум квартирам по аренде первое у нас идет 50 тысяч зимний период да и на лето поднятия до 60 10 тысяч это у нас июнь июль август и сентябрь по второй квартире 45 зимой вот корпус кстати абрикос по 2 45 вне сезона в сезон 60 то есть поднятие на 15 тысяч рублей ну соответственно отдельно оплачиваться коммуналка всем пока до новых встреч ждем ваших звонков ждем ваших объектов с удовольствием вам поможем их реализовать сделать ремонт либо сдать в аренду всем пока на улице у нас ведь какая непогода сегодня обещают дожди ну а мы в офисе продолжаем нашу работу сегодня мы поговорим с викторией небольшое видео с ними до виктория это наш дизайнер уже многие работы вы можете видеть на нашем канале виктория скажи сейчас на данном этапе какие у тебя есть проекты и какие мы в ближайшем будущем покажем нашим зрителям будет очень красивый проект на фрукты 161 абрикос очень красивая квартира с красивой перегородкой которая разделяет зону гостиной спальня с красивыми фотообоями горы подсветка парящего потолка очень стены под покраску стены очень красивая нежно-голубая краска которая от освещения меняет свой оттеночек прикольно кухня белоснежная красивая с филенчатыми такими фасадами отделена также кухня у нас перегородка с рейками где у нас про стеночек обшит мебельным щитом очень интересное решение подбирали все в цвет надеюсь угадали мы снимем с викторией вот точно такой же проект как я только вернусь из китая вы знаете я уезжаю буквально на дней 10 потом как раз квартира будет уже наверное практически готова с мебелью и мы снимем ее как министерских озер мне очень понравилось мы вставки делали с ней именно как она делая экспликацию да и как получилось и как получилось на самом деле поэтому если вам нужен дизайнерский проект то пожалуйста у нас есть виктория дизайнер которая очень грамотный человек с образованием не курсы просто и напомню что-то заканчивала академию архитектуры и искусства сейчас это ростовский государственный институт ну то есть у нее полно знаний гостов и все она в этом понимает поэтому очень приятно работать с профессионалом сейчас на данном этапе еще новый проект появился у нас расхажали до была встреча консультация у нас будет небольшая студия на моравии единственный был вопрос сезонной кухни у заказчика надеюсь удалось решить предлагали угловую но я не вижу смысла в этой маленькой студии за меня размещать угловую кухню тратить время до этого время тратить деньги на кухню это во-первых тратить деньги на ремонт этого уголка так вы закрыли маленькой кухне шкафу самую холодильник можно строить свечей и духовой шкаф и у вас здесь пространство где вы поставите стол бы вокруг будете спокойно ходить единственный вопрос с освещением делать подвес либо бра на стене но это все мы увидим в 3d картинки как нам будет выгодно мы выберем этот вариант в общем ребят подпишитесь на наш канал смотрите следующее видео но оставайтесь с нами мы сегодня обязательно посмотрим наши ремонты все новая заря квартира у нас 39 дверь от застройщика установлена хорошая но открывание вовнутрь дурнее решение конечно вещи не идем далее пробежался я по квартире посмотрел то что касается штукатурки есть конечно же места где нужно дорабатывать где-то углы не те где тут такие вот вещи где-то криво проемы дверные этот самый большой этот меньше этот еще меньше для карлика то есть этот расширять здесь перед нос стены его то есть проема смещается он в правую сторону здесь проем нормальный этот проем сильно высокий нужно будет его также дошивать далее по санузлу здесь полностью переделка канализации водоснабжения потому что переносится душевая переносится мойка ну и соответственно под унитаз конечно вывод есть но в любом случае это все нужно демонтировать и представлять то же самое касается электрики в санузле она полностью переделывается ну и соответственно штукатурка кривоватая ну и здесь даже ригель не до штукатурен то есть штукатурка также нужно будет здесь заниматься далее пробежался я уже посмотрел так мельком по квартире по проекту ну и сильно углубляться не стал потому что не вижу в этом смысла каждую точку проверять вывод один то есть щиток у нас перебирается однозначно потому что это паутина непонятная плюс нет ни диф автомата нет него одного все криво собрано непонятно как далее у нас по электрике ни одной распред коробки у нас на потолке все расключение идет в подрозетниках вот такие вот пучки здесь выведены и это неправильно здесь по три штуки как соединено все вместе почему то есть те же самые здесь у нас силовые розетки на кухне как они сделаны непонятно вытяжки недоделанные такие кривые какие-то там замазанные то есть вывод 1 сюда нужно заходить на монтаж электрики переделка скорее всего полностью просто пробежался кухонная зона не соответствует эти розетки не соответствуют соответствует только вот здесь этих у нас нет коридор полностью вай-фай зона здесь вообще отсутствует выключатель соответственно на эту сторону ну грубо говоря все что здесь сделано это все практически все подлежит переделки тем более электрика не качественно выполнена видно сразу далее по котлу газовому здесь в проекте он вообще не обозначен вот здесь соответственно водяной контур теплого пола они электрические терморегуляторы здесь не присмотрен не предусмотрены как в проекте вот и сам коллектор который собран не предусмотрен для регулировки терморегуляторами вот поэтому они не не стоят и не и ну и не будут потому что стяжка уже залито водяной контур уже смонтирован ну то есть такие здесь работы и начинать их нужно сначала с демонтажа и монтажа перегородок которые необходимы от санузла ну а далее уже электрики должны зайти и уже по проекту смонтировать здесь всю электрику ну а после этого мы уже можем приступать к чистовым работам так ребята рабочий день у нас закончился подписывайтесь на наш канал я надеюсь видео вам было полезно и понравилось возникают вопросы пишите мне в личку вот не переживайте я всегда на связи даже если я улечу за границу автоматом ваш звонок переадресуется на контакт рабочего телефона и анастасия возьмет трубку и ответит вам на все вопросы возможно даже перезвонит поэтому не переживайте но на эту тему я отдельное видео запишу чтобы все знали и помнили и так далее в общем на этом все удачи лайк поставьте пока